добрый день друзья сегодня такое видео по поводу практического применения подогрева я вам его уже показывал ссылочку на видео оставлю по поводу этого комплекта и вот у меня семья температурный датчик показывает 29 градусов верхней части прям вот здесь вот стоит это отводочек на маточники то есть здесь очень мало пчелы я его буквально вчера сделал из разных семей добавил рамок с расплодом значит здесь кормовая без расплода дальше совсем немножко на выходе он там уже вчера выходил потом идет у меня рамочка полностью печатного расплода снизу до верху я ее отобрал у семьи для предупреждения роения и вот эта рамочка уже из роевой семьи плюс еще одна такая где есть расплод на выходе еще даже где то есть немножко открытого расплода на этих рамках вот здесь вот скорее всего с маточником ну и кроющая рамка на ней тоже немного расплода и кормовая значит добавил им воды что собираюсь делать сегодня температура сейчас вроде бы и нормальная 29 но учитывая что датчик стоит самом верху улья ниже холоднее два летка нижний верхний ожидается на ночь сильное похолодание до 10 а то и 8 градусов ночью этот отводочек может просто замерзнуть ну конечно пчелы выживут но сам расплод погибнет а здесь нужны два способа два метода первое это добавить сюда молодой пчелы каким образом открыть какой-нибудь из ульев взять оттуда рамку с расплодом трухануть ее вот сюда в пустое пространство вся летная пчела к концу дня вылетит и улетит свой улей откуда взята а молодая переползет на рамочки и будет согревать расплод осиротеет и будет чувствовать себя уже как дома выгревая эти маточники маточники я в любом случае буду менять они мне не нравятся поставлю другие есть у меня хорошие через три дня их можно будет забирать задача на сегодняшний день обеспечить нормальный климат-контроль климатические условия для этой семьи и так вот смотрите солнышко ушло с датчика и уже здесь 28 и 7 значит ниже намного холоднее нужно срочно срочно эту семью греть как поступали раньше когда не было всевозможных подогревов способов там использовать вот такие современные средства ставили просто на улей вот таким вот образом в нижнем корпусе семья в верхней делают вот такой вот отводочек и за счет нижней семьи она греется то есть выложите пленку ставите туда эту семью наверх на пленку и от тепла нижней семьи она нагревается мне этот метод не подходит во первых потому что у меня уже все ульи стоят со вторыми корпусами я приготовился к весеннему взятку и семьи расширены третий корпус громоздить ни к чему и нужно учитывать тот факт что когда эта пчела начнет облетаться она облетится на том месте и когда я ее уберу то летная вся слетит опять же в другой улей поэтому моя задача на том месте где он сейчас стоит здесь выполнить подогрев этой семьи для того чтобы она полноценно смогла пережить холод и когда пчела выйдет из всех этих рамочек она смогла быть здоровой ухаживать за молодой маткой и появится хорошая крепкая новая семейка и так я для экономии вашего времени все подготовил быстренько расскажу что я делаю значит смотрите у меня улья со съемными донышками и кроме того они с сеткой и вот такими вот задвижками если выдвинуть задвижку но я не буду этого делать чтобы не охлаждать семью можно вот через это отверстие на зиму я так делаю но всякий случай слабые семьи ставлю пластину уже на задвижную доску вот эти провода пронизываю в это отверстие и у меня просто контакты вот в таком виде контакты находятся на улице и я с ними подключаю отключаю не тревожа пчел не открывая донышко это первый момент значит второй момент сейчас я этого делать не буду открывать дно охлаждать расплод на улице 15 градусов мы сделаем все по-другому для того чтобы достаточно прогреть эту семью я беру две пластины не одну обычно на улей одной хватает я беру две пластины уже вот их подключил вместе без всяких там скруток точнее клеммников просто скрутил между собой эти провода сейчас изолентой заизолирую что мы сделаем я поставлю одну пластину с этой стороны приподниму немножко клеенку поставлю пластину с этой стороны и с другой стороны опущу ее на дно общее тепло все равно будет давать пластина напоминаю прогревается до 50 градусов поэтому общий микроклимат будет создан за счет обогрева с двух сторон и так я все установил значит в процессе установки немножко другие мысли пришли что я сделал я убрал тут была поилочка и заставная досточка значит смотрите с поилочкой за пчел не переживайте все в порядке я сделал им дополнительную воду с этой стороны плюс еще обязательно в одной рамочке кормовой есть вода об этом я еще вчера позаботился значит далее пластины установил с одной стороны но вот я думаю будет видно через пленку посмотрите общий провод заходит и потом две пластины идут одна с этой стороны и 2 с другой стороны то есть я равномерно их положил 1 лежит у меня вот здесь 2 лежит где-то в этом месте под рамками и температурный датчик обратите внимание значит я вам говорил что если его установить куда-то где будет по нему ползать пчелка он будет всегда показывать завышенные значения температуры так как пчелы имеют собственную температуру довольно высокую до 30-35 градусов в момент когда есть расплод поэтому температурный датчик положил на рамочку немножко к задней стенке улья температура не изменилась также в районе 29 градусов то есть я клееночку немножко отодвинул не охлаждая общую часть ну там довольно таки тепло и так что делаем накрываем дополнительно подушкой чтобы через пленку наше тепло не уходило этот датчик я не стал убирать для дополнительного контроля пусть лежит меня их много и теперь переходим к настройке нашего прибора значит смотрите вот так вот чтобы темнее было 24 и 6 он показывает то есть намного меньше чем тот датчик на 4 градуса меньше то есть подогрев просто крайне необходим значит что мы теперь делаем мы видим зеленый индикатор светится добавляем температуру смотрим какая установлена 34 градуса у меня здесь было установлено можно поставить 35 учитывая что датчик стоит где самом верху вот так вот жарко им не будет поверьте и теперь включаем наш прибор сам терморегулятор и будем наблюдать за температурой дадим ему поработать 5-10 минут посмотрим на значение температуры так прошло 10 минут смотрим показания температуры на этом у нас было 24 а теперь уже 29 ровно а здесь было 28 теперь 30 то есть мы видим что прогрев пошел тепло челки активно будут заниматься своей работой немножко потеплеет сегодня днем еще добавим пчелы на трусим и отводочек хорошо стартанет ну а все это электро хозяйство я как видите поставил дно поставил под крышник и теперь мне остается все это накрыть крышей с моего запасного улика это позволит сохранить все от дождя дождь сюда не попадет спасибо за внимание всем теплой погоды пока готовил видео вот такой вот по скриптум удалось снять для этого подогрева то есть прохладная пора прошла за эти несколько дней печатный расплод который там уже почти почти созрел вышел и мы видим большое количество пчелы потепление плюс пчела вышла теперь она создаст нужные климатические условия в улье все можно отключать то есть вот и вот и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok